Более ста человек в этот день принимали в гостях в администрации Московского района. С волнением и предвкушением радости, осознанием ответственности за важный шаг, вступление в ряды Белорусского Республиканского Союза Молодежи, они ожидали кульминационного момента. Традиции пионерии послушаны из рассказов старших, впечатляющие результаты деятельности школьных товарищей, активистов БРСМ. Желание быть полезными, активными, идущими в ногу со временем, воплощающими в жизнь замыслы, идеи, творческие задумки. Это и многое другое вдохновило ребят, подкрепило решение непременно стать частью большого коллектива. Это очень ответственно, потому что мы помогаем ветеранам, мы заботимся о них, так же БРСМ развивает нас с разных сторон. Люди, которые вступили в БРСМ, это активисты, и мне нравится постоянно быть занятым чем-то. Я не могу просто сидеть на месте, мне постоянно нужно чем-то заниматься, и мне это очень интересно. Вручение членских билетов общественного объединения БРСМ проходило в торжественной обстановке. Со словами на пустые к представителям молодого поколения обратились представители местной вертикали власти, а также ветераны. Ребята, в свою очередь, пообещали приложить все усилия для процветания и развития родного края, быть неравнодушными к проблемам других, решать задачи осмысленно и сообща. БРСМ по-другому быть не может, ведь это единый союз. Брестские тимурцы неоднократно доказывали на деле, когда есть общая цель, любые сложности по плечу. Свои способности, таланты и желания они применили и воплотили в создании масштабных проектов. Сегодня мероприятие, которое проводит БРСМ, Брестская городская организация, это те инициативы, те проекты, которые предлагают сами ребята, предлагают члены союза молодежи, то, что им интересно для дальнейшей реализации себя в нашем общественном объединении. БРСМ – преемник славных традиций пионерии и комсомола, о которых хорошо помнят люди старшего поколения. К сохранению их стремятся и современные юноши и девушки, активисты общественного объединения. БРСМ – обязательно, начиная со школьной скамьи, надо ребенка приучать к какой-то коллективному труду, к какому-то мышлению, которое будет способствовать ему развитию не во имя себя, а в имя этого коллектива, в котором ты находишься. В школе это значит, я как учился, это учеба. Если они будут дальше идти, трудиться, значит это труд. Если дальнейшая учеба получать высшее образование, опять учеба, но все равно он потом пойдет трудиться. И насколько он поймет, что это ему нужно, настолько будет это достойный человек этой страны. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.